Здравствуйте! Прочина остановки. Каковы именно? Есть реальные доказательства этого нарушения. Посмотрим. Давайте. Сюда. Можно принести, пожалуйста? Очень жаль. Ну что ж, тогда причина остановки. Ой, господи. Если хотите ознакомиться. Желаю, да. Потому что вы мне сейчас вменяете настолько серьезное правонарушение, которое по... Вот. Я хотел бы не видеть. Так ли это? Нет. Давайте я хочу здесь это посмотреть. Поверьте. У меня есть на это полное право. Дайте мне документы. Нет. Я... Вот. Документы я могу вам предъявить и предъявлю с удовольствием на посту ГАИ. Потому что в данный момент причина остановки мне понятна, но нет никаких доказательств. Вот. И если у вас есть возможность мне все предъявить, показать, покажите. У нас все работает в машине. Вот. Замечательно. Прекрасно. Хорошо. В данный момент я хотел бы видеть это здесь. У вас есть возможность принести? Да. Давайте. Алло. Да, слушаю. Вы знаете, я сейчас тут с ГАИ беседую. Давайте минут через двадцать, через тридцать. Угу. Вы знаете. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, хорошо, на основании чего? Почему вы так думаете? Я предъявляю вам документы. Предъявите? Предъявляю. Предъявляю. Читайте. Почитали? Нет. Да. Вот, это мои права. Я не прочитал. Хорошо. Душина Андреевна. Да. Прочитали? Я вас установлю. Я установлю, пожалуйста. Давайте. Какое рождение можно еще лучше? Имею право не свидетельствовать против себя. Предъявите мне документы. Я вам только что их предъявил. Я за отражение. А кому я их предъявляю? Капитан полиции, 14 батальона. Давайте, посмотрим. Так, капитан полиции Гаранин Артем Владимирович, старший инспектор службы. А, спецбатальона на ДПС. Так. Ну что ж, замечательно. Давайте. А что сюда принести не судьба показать? Я же не отказываюсь. Посмотреть-то я не отказываюсь. Понимаете, у нас фиксация, она установлена. Прикует, она стационарно стоит в машине. Ну? Ее нельзя сюда принести. Ну, по почте мне вышлите. Ну, дайте мне документы. Мы на протокол напишем. Нет, документы я дам на посту ГАИ. Пока я не уверен, что я там что-то нарушил, документы я вам давать не буду. На машину предъявите документы. На машину, конечно. Вопросов нет. Нет, не личная. Нет, не личная. Предъявляю. Должны предъявляю. Я сейчас выйду, но наряду меня. Давайте. Ждем наряду. Все. Оформляйте протокол задержания и будем ждать. Иначе я поехал, инспектор. Вы никаких действий не совершаете. Наряд приедет сейчас. Все. Я поехал, извините. Да, но меня пока никто никуда не задерживал. Я вам их предъявил. Только что. На камеру записано. То, что вы не видите, это ваши проблемы. Может быть, у вас зрение плохое. Надо передать для проверки. Передам на проверки на посту ГАИ. Поедемте на пост. Не поеду, мне надо вперед. Зачем мне на пост? Мне надо вперед. Так что, инспектор, при всем моем уважении к вам. Все. Вы его вызвали при мне? Вызывайте при мне. Я пара сейчас вызову. Пойдемте. Нет, я не пойду. Я поехал, инспектор. Мне некогда. Меня зовут Андрей. Валерьевич. Слушаю вас внимательно. Вас еще не требуется. Вы нарушили правила. Но меня никто и не задерживает. Я вас задерживаю. Задерживайте, оформляйте протокол задержания. Сюда несите, оформляйте. Извините, мне некогда, инспектор. Ну что, мы чего стоим-то? Идите сюда. Давайте подходите, я поехал. Инспекторы. Говорю на камеру для судьи, если она будет. Ничего мне не предъявляют. Ничего меня не задерживают. Стоят. Мнутся у своей машины. Ехать я поеду, потому что меня никто не задерживает официально. Так что все. Если сейчас будет погоня, я остановлюсь. Так, они за мной едут. А что стоим-то? Так, началось, как возле утра. Инспектор, а в чем проблема-то, я не пойму. Инспектор, я не понимаю, а в чем проблема, скажите мне, пожалуйста. Я поехал. Я поехал вперед. Вы меня задерживаете? Да. Протокол задержания двух понятых. Вы будете оставлять административный материал, если оставался. На каком основании? На основании того, что вы нарушили правила дорожного движения. Покажите мне. Пройдите. Сюда принесите, пожалуйста. А я не обязан выходить из машины. В какой суд? На основании чего? Мне покажите, пожалуйста. Мне покажите. Мы с вами разговаривали ни о чем. Это вы со мной разговариваете ни о чем. А я задаю вам конкретные вопросы. Покажите мне мое право нарушения. Верно? Пройдите. Я согласно нашему законодательству имею право не выходить из машины. Верно? Вы меня задерживаете? Сейчас, секунду, я вам покажу. Давайте. Так, инспектор держит меня уже порядка 15, а то и больше. Наверное, уже все-таки 25 минут. Ну и что тут, инспектор? Можно я засниму это на камеру? Чисто поджать для интернета. Смотрите, господа. Инспектор предъявляет мне непонятную мутную фотографию без номеров моей машины. Автомобиль похожий на мой, но не мой, инспектор. Вы меня будете долго задерживать? Протокол составит поедать дальше. Протокол на основании чего? Ваши скажите? Не скажу. Имею право не следить против себя и своих личностей. Статья 51 Конституции СССР. Сейчас нет глупых людей, поверьте. И вас я не считаю за глупого человека. Понимаете, я вам ничего не говорю. Я нормально с вами общаюсь. Конечно, я это вижу и ценю, это спасибо. Но вы мне вменяете настолько серьезное право нарушения. Я вам вменяю то, что вы сделали. Ну покажите мне это. Пройдите там. Если ты не будешь, то... Конечно. Ну а что вы мне принесли телефон? Принесите, покажите. Жалко. Я не могу ждать, инспектор, у меня дела. Вы меня задерживаете? Да. Оформляйте протокол задержания. Мы составляем административный материал, а не протокол задержания. Применем составляйте, вы обязаны делать это при мне. Пройдите в машину. Нет, я не пройду в машину. Инспектор, вам придется применить силовое задержание мое. Вам придется применить силовое задержание, на которое я накатаю такую бумагу, что инспектору Киряшину, который работает у нас на посте, еще просто повезло. А что там? Ой, спросите у инспектора Киряшины. Давайте так, я поехал, вам придется применить силовое мое задержание. Вы мне ничего не делайте, вы меня муржите уже 20 минут. Вы обязаны предъявить документы. Я вам обязан предъявить их на постах ГАИ. Стационарно. Либо, если вас в авторах пишут... Если вы считаете, что... Отлично, можно движеть. Отлично. Если вы считаете... Вы согласны, что там номера не видно, вот тут на телефоне, понимаете? Вы в суде можете все ускорить. Нет, секундочку, а зачем мне доводить до суда? Зачем мне самому создавать себе геморрой? Вы мне покажите, я соглашусь или не соглашусь. Ну, вы прекрасно понимаете, что просто такой возможности нет, и вы... Вот. Так что давайте, я поехал, вам придется применить силовое. Вот на камеру говорю, вам придется сейчас применить силовое задержание, потому что у меня нет времени, я тороплюсь, у меня серьезные дела. Нам придется вызвать нарядную милицию. Хорошо, вызывайте. Все, инспектор, при всем моем уважении, я очень... Вас пока никто не отпускал. Задержите меня. Составьте при мне протокол задержания. Состояние принесем. В присутствии понедельного состава. Давайте, короче, я поехал, инспектор. Я при всем моем... Вас подарю. А я меня никто не задерживал, все. Все, наоборот, все, наоборот. Вот эта машина. Я понимаю, что игра стоит от 4 до 6 месяцев хождения пешком, но мне никто ничего не принес. Я никого не обгонял. Ничего не нарушал. Инспектор, ну что там? У вас с понедельного взгляда объяснение запишите. Ну мне покажите мое право нарушения. Мне мое право нарушения покажите. Что, телефон вот этот вот? Купите себе лучше телефон, инспектор. Вы сюда принесите его. Купите себе. Ну, короче, инспекторы что-то мутят, разговаривают по телефону, посадили якобы свидетеля по машинам. Посмотрим, чем все кончится. Командир, извини, пожалуйста. Слушай, если дойдет дело до суда, я буду вызывать в суд. Это, слушай, там и все видно, и номера, и моя машина, и номера видно. Ну все, тогда, короче, до суда. Давай. Так, инспектор что-то втолковывает свидетелю. Видать, учит, как поступать дальше. По поводу суда свидетелей я предупредил. Так, ну что, ждем, если верить инспектору, то мы ждем наряд полиции. Вы меня задерживаете? Нет. Не задерживаете? То есть составление административного материала. А, задерживаете, да. 15 минут на это у нас уходит, верно? Документы вы предоставите? Вы нарушаете пункт правил 2.1.1. На основании каком я вам... На основании нарушения правил дорожного движения. Вам объяснили уже. Я вам на каком основании сейчас? На основании того, что мы сотрудники милиции, по-моему требованию, вы обязаны предоставить документы сюда, пожалуйста. Хорошо. У вас есть не только обязанности, да? То есть не только права, но и обязанности, верно? Хорошо, смотрите, инспектор. Товарищ водитель. Да, слушаю вас внимательно. В присутствии понятых. В присутствии понятых. Предъявите документы, потому что у вас есть документы. Хорошо, предъявляю. Вот документы на машину. Переверните, пожалуйста. Пожалуйста. Ага. Водитель, чтобы выстрелить, переверните. Предъявил вам, сотруднику. Да, Андрей Валерьевич, это я. Документы как бы имеются. Да. Да. Потому что он отказывается... Потому что мне ничего не предъявили. Вам еще раз говорят, видеофиксация установлена стационарно. Предъявить вам никто не отказывается. Предъявите? Пройдите, посмотрите. Отказываюсь. А вот это я уже отказываюсь делать. Это ваше право. Видеозапись будет приложена. А в каком протоколе-то? На основании чего? Я стараюсь два протокола. На неповиновение то, что по статье 19.3 Что вы не предъявляете документы. Предъявил. Ну, не даете для проекта. Хорошо. Я дам их на посту ГАИ. Так, который гласит. Покажите мне это. Можно посмотреть? Отказывайтесь, посмотрите в суде. Так, увидите. Все слышали, да? Сейчас мы напишем. Место и время рассмотрения вам объявим. То есть я сейчас задерживаюсь? Да. Оформляйте протокол задержания. Протокол... Нет, секундочку. Протокол задержания оформляйте, пожалуйста, инспектор. А сколько времени же? Полчаса вы меня держите? Полчаса. Вы сами себя держите. Я себя не держу. Да. Принято протокол. Так, ну что? Вот стоит впереди ГАИшная машина. Они так... Вот уже время 52 минуты. Никто ничего не делает. Все сидят ждут. Чего ждут, не знаю. Может быть, ждут милицию. Или полицию, как их сейчас там правильно называть. Которых они вызвали. А никто не едет. Дожду еще 10 минут и поеду. Ну вот, прошло уже более 15 минут. Вот. Машина как стояла, так и стоит. Никто ко мне не подходил. Отпускать меня не отпускает. Протокол задержания никто не оформляет. Так, попробую подъехать к инспекторам. Спросить, чего они хотят. Инспектор! Я вас попрошу, подождите. Мой административный материал на вас... Время уже, час прошел. Вы документы не даете, сами время тянете. Справа на обочине останавливаемся. Вы задержите... Вы меня хотите задержать? Время составления инфраструктуры протокола. Вы задержаны. На обочине, пожалуйста. Сколько времени на это понадобится вам? Допишу сейчас, подойду. Час уже прошел. Справа присаживайтесь. Еще минут 10. 10 минут, извините, я не могу. С правой стороны на обочине останавливаемся. Справа на обочине останавливаемся. С правой части машину уберите. Вы меня задерживаете? Вы меня задерживаете? Да, мы задерживаем. Оформляйте протокол задержания. Час уже прошел, час. На обочину встаньте. Не орите на меня, инспектор. Не орите, пожалуйста, на меня. Так, инспектор нанес увечья по машине. Инспектор нанес увечья по машине. Сейчас мы оценим, насколько оно серьезное. Был удар нанесен по машине. Сейчас мы оценим, насколько это серьезно. Нет, не серьезно. Андрей Валерьевич, слушай внимательно. Представьтесь, пожалуйста. Старший инспектор ДПС. Сарафанов Артем Владимирович, инспектор ДПС. Номер значка 50-29-94. Замечательно. Слушаю. От присутствия понятых вам было предложено передать для составления инистративного материала документы. Вы отказались. Нет, секундочку, секундочку. Передать документы. Точнее, передать. Да, да, да. Вы отказались. Отказался. Предъявил. Личность ваша присутствия перед этими была установлена. Замечательно. На вас составлен административный материал. На снате 19.3, часть 1. Так, фабула. Водитель Дубин, а вы отказался передать для проверки и составления административного материала документы согласно пункту 2.1.1 ПДД Российской Федерации. Чем не плановился законно требования сотрудника полиции? А незаконные? Законные. А чем вы обосновываете? Я вам объяснил. Ага, объяснили, но не доказали. Я вам объяснил то, что возможности не представляется из патрульной автомашины вытащить видеофиксацию и предоставить вам... А вот человек сказал, что вытащит. Ну, вам показали на телефоне. Нет, нет, нет. На каком телефоне? Она не предусмотрена для того, чтобы ее вытаскивать из патрульной машины. Я вам еще раз говорю. Была бы вопроса, нет. Я вам принес, показал, мне не жалко. Скоро здесь эти разводители. Вот. На вас составлен административный материал. Я предлагаю вам расписаться в нем, делать свои отметки. Статья, сейчас я вам поясню. Статья 51. Статья 51. Никто не обязан следить. Я извиняюсь, перезвоните позже, я сдаю. Я не буду в миссии, просто никого. Продукторок обязанности, кризис закону. Кризис закону может останавливаться и слушать освобождение, а довернуться и становиться и доказание. Я просто вам разрешил, 51 стадию расслышу. Я, во-первых, сначала ничего там не читал, что вы там написали. А, пожалуйста, пожалуйста. Вот, просто смотрите. Так, отказался передать для проверки и составления. Протокол. Так, ага. Хорошо. Но дело в том, что, понимаете, прежде чем в чем-то расписываться, вы мне вменяете достаточно... Можно договорить? Да, да, да. Вы мне вменяете достаточно серьезное правонарушение, которое карает с лишением штрафа... Лишением прав от 4 до 6 месяцев, верно? Нет. Административный штраф, либо арест до 15 суток. Нет, нет, нет. Вы мне сейчас вот это вот на каком основании... На основании того, что вы документы не даете. Вы нарушаете кодекс административного ответа. Пожалуйста, почитайте статью 19. Секундочку. Секундочку. Есть такое понятие 185-й приказ? Ну, 185-й приказ это для нас, понимаете? А, то есть... Это правило дорожного движения. Хорошо. Вот. На основании которых вы обязаны передать документ для проверки. Вы сотрудник полиции? Да, я сотрудник полиции. Господа офицеры, при вас зачитываю. Так, сотрудник полиции обязан. 27-й пункт закона о полиции. Первое. Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их выполнение, проходить в порядке определяемым федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные проверки знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов в указанной сфере. Второе. Выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом должностной инструкции. Вот. Так как сотрудник сказал, что 185-й приказ, это не для меня, это для него, так выполняйте его. Выполняем. 185-й... Выполняю. Выполняю за нарушение права дорожного движения. 185-й приказ. Вопросов нет. 185-й приказ. Остановка транспортного средства. Пункт 63. Основанием к остановке транспортного средства сотрудникам являются, ну, много-много-много всякой лабуды, и, самое главное, проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителей и пассажиров, только на стационарных постах ДПС. Господа, вы видите где-нибудь здесь пост ДПС? Вот где много всего этого. Скажите, пост ДПС здесь видно? Нет, не видно. Правила дорожного движения мне... Мне теперь, покажите, пожалуйста, это мне. Я отказываюсь. Ваше право. Статья 51 конституция вам разъяснил. За то, что вам разъяснил, будет расписываться? Ну, я еще... Дальше там что... Да, конечно. Вот так, которые вы создали мне. Угу. 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 Так, смотрите. Свидетельствуется, за который присмотрена статья часть 1, 193. Понятые, да? Свидетели. Да. А, а... Свидетели, я вот включу сейчас. Свидетели, давайте. Давайте. Просто я вот за это расписываться не буду. Я вам все предъявил. Все понятно. Оказал. Да. Расписываться отказался, да. Все. 16.01.2012.14.00. Новосибирск область, Орехо-Зуевский район, город Поровской, улица Советская, Дом Ступень. Судебный участок, 172. По месту жительства. Пожалуйста. Казатайску будете? Да, напишу. Но вы меня остановили. За что? За нарушение ПДД вам объяснить. А где протокол за нарушение ПДД? Составлен. Ну, так покажите мне его сначала. За документы не даете? Документы я не дам, потому что я не вижу оснований. Все, давай. Оснований я не вижу. По знакам будет. Давайте. Так, в 13.55. То есть вы меня уже держите. Сейчас 14.16. Больше часа, верно? Вы себя держите. Я себя не держу. Я себя не держу. Так. Угу. Угу. Так, секундочку. Сведения о свидетелях. Перши. То есть вот эти свидетели, это не те. Я сейчас пишу. Так, в протоколу прилагается рапорт, фотографии нарушения ПДД. Я хотел бы ознакомиться. С... 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 Да. Они будут приложены. Нет, вы меня... Сейчас нет возможности распечатать фотографии. Они будут приложены к материалу. Нет, это ваши слова. Ну, здесь написано, понимаете, вы в суд, понимаете, скажете, а где фотографии? Нет, ну вы меня сейчас ознакомите. Еще какие вопросы будут? Да. Вопрос по фотографии, которые вы написали. Фотографии сейчас я не имею возможности подложить. Ну, хорошо. Давайте чуть позже, когда подъехать можно? Посмотреть фотографии. 16 января. Ага. А в данный момент вы написали, что вы прикладываете фотографии. Где они? Можете подъехать через полчаса в нашу подразделение. Ну, хорошо. Давайте. Подписывать протокол будете? Вот когда вот распечатать приложите, сейчас при вот этой фразе, которая написана, что... Так, рапорт фотографии ПДД, нарушение. Я их не вижу. То есть вы мне сейчас написали, а фотографий нет. Верно? Потому что там написано. Почему водитель отказывается того, что в тенденции не приложена фотография? Да. А написано, что фотографии приложены. Я отказываюсь за это подписываться. Протокол заведомо написан ложно, потому что нет фотографий, а они уже... Я вам. Есть объяснение для вас. Я вам. То, что вы не согласны. Вы уже написали, что фотографии есть. Уже. Я их положу? Ладно. Давайте, приложите. Я вам ознакомлю. Время рассмотрения материала. 16 января 2019 года. Ага. 14.00. Ага. А здесь трасса разве не 14 батальоном? Олег Хазуевский район. А почему там? Город Куровской. Судьи. Потому что дорога поделена на участок, который обслуживает судей. Ага. Данный вопрос рассматривает судья. Ага. 172-го судебного участка. Так. Город Куровской, улица Советская, дом 105. Ага. 16 января, 00. Так. Это у нас? Понедельник. Ага. 16 января. Это понедельник. Вот. Все. Можете поехать к нам в заленном. Мы вам покажем фотографию. Не смеем вас больше задерживать. Сейчас пойдем к нам. Что сказать по этому поводу. По ходу дела, да, я буду судиться. Потому что никаких обгонов и никаких выездов я не совершал. Фотографии мне так и не были представлены. Что еще сказать. Меня продержали час 25. Не составляя протокола задержания. Вот. Ну, разговаривали в конце со мной на повышенных тонах. Это понятно. Инспектор, в конце концов, тоже человек. Вот. Я имею в виду тот разговор, когда я пытался уехать. Потому что со мной не совершались никакие правовые действия. То есть, ничто не оформлялось. Ну, ничего вообще не совершалось. Вот. Сейчас инспектор вписал в протокол, что представлены фотографии. Хотя их там нет. Поэтому я отказался подписывать протокол. Вот. Ну, что ж. Будем судиться. Посмотрим, чем все кончится. Так что, господа, вот так.